Подразделения регионального управления МЧС России перешли на особый режим накануне. В первую очередь они контролируют территорию, где наиболее активно растет уровень воды. Это Бийский район, туда уже направлена аэромобильная группировка МЧС, и Барнаульский поселок Затон, где также работает оперативная группа спасателей, и где за минувшие сутки вода на 5 сантиметров превысила критический уровень. Правительство объявило о повышении пенсионного возраста в России, информирует газета «Бийский рабочий». Предполагается, что в будущем мужчины будут работать до 65 лет, а женщины – до 63. Правда, переход на новый возрастной рубеж будет поэтапным. Он начнется в 2019 году и продлится до 2028 для мужчин и до 2034 года для женщин. Отметим, что по мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, после повышения пенсионного возраста у пенсионеров не будет проблем с работой, к тому же они дольше будут оставаться активнее. Но с этим категорически не согласны профсоюзы России и многие жители страны. Отметим, сейчас возраст выхода на пенсию следующий – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А вот газета «Комсомольская правда» Барнаул пишет, что алтайским педагогам увеличат выплаты за работу на ЕГЭ. Правительство края разработало постановление, по которому фонд оплаты труда для работников, привлекаемых к организации ЕГЭ, станет больше на 10%. При этом оплата отдельных категорий увеличена в разы. Елена Макаренко, Наши новости.